Искош когда-то был известен на весь Союз своими резиновыми ковриками для «Жигулей» с надписью «Мада Ин Черногорск». Сегодня территория поделена между разными владельцами. Помещения арендуют фирмы. Здесь перерабатывают мусор, ремонтируют грузовые автомобили. Есть дерево, перерабатывающий цех и предприятие по переработке покрышек от карьерных самосвалов. Из старой резины изготавливают буи для рыболовных сетей. Четвёртые сутки все станки и оборудование стоят. Новый хозяин, питавший когда-то весь Искош подстанции, опустил рубильник. Заказы, естественно, просрачиваются. Мы несем убытки. Лес портится. Затраты плюс неустойки. Люди тоже сидят, они зарплату не получают. Из-за отключения электричества не работают охранные системы и видеонаблюдения. Делаю обходы по ночам, приезжаю, чтобы машины не оборовали. Ничего. Ни света, ни воды. Год назад одну из площадок Искожа приобрела московская майнинговая ферма. Привлекательность покупки была в том, что вместе с участком продавалась электроподстанция. Криптодобытчики возвели забор с колючей проволокой, наняли вооруженную охрану. Сейчас на ферме установлено порядка 20 контейнеров с оборудованием, круглосуточно качающим крипту. Работы по установке новых модулей идут непрерывно. Как говорят арендаторы, один такой бокс в месяц потребляет 1 мегаватт электроэнергии. И с каждым днём потребление электричества растёт. Видимо, настал тот момент, когда остальные производства, запитанные от подстанции, стали для качателей виртуальных денег балластом. Во всяком случае, такой вывод сделали сидящие четвёртый день без света черногорские коммерсанты. Открыли мне дверь и сказали, что был приказ непосредственно с Москвы предпринимателя Ильина А.В. и всех предпринимателей, которые запитаны от ячейки 1324, питания не подавать. На самом деле, это подходит под уголовное дело, потому что воспрепятствовать предпринимательству, ну, на сегодняшний день, я считаю, это грубое нарушение закона. По закону, кто бы ни был владельцем подстанции, отключать абонентов от электричества больше, чем на 72 часа в год запрещено. К тому же, предприятия на бывшем из Кожи имеют прямые договоры с Атомэнергосбытом. И рекоператор отвечает за бесперебойное электроснабжение. В настоящее время мы разбираемся с ситуацией. В случае, если эта информация подтвердится, мы обратимся в соответствующие органы, а также в суд в защиту наших клиентов. В Атомэнергосбыте говорят, что год назад майнеры пробовали отключать соседей от электричества, но тогда ситуацию удалось решить в досудебном порядке.